Русские певцы. Главное утреннее шоу страны. На русском радио. Ура! Еще один час мы вместе с вами. Полина Жукова. Дима Морозов. И сегодня у нас третий новый ведущий утреннего шоу. Это Джонни. Друзья, всем большое привет. Джонни, привет. Спасибо тебе большое, что пришел. Ну, во-первых, хочется поругать тебя за то, что ты очень давно не заходил в эту студию. Ну ладно, ладно. Зато Джонни сегодня отыграется за все те разы, которые его не было у нас. И сегодня в утреннем шоу «Русские перцы» ты будешь с нами целый час. И потом у тебя сегодня тоже здесь грандиозное событие. Концерт. Да. Да, так что вот так вот так скромно. Золотой микрофон обязательно сегодня будет в 17.00. Ну что, ты пришел к нам, правда уже не с премьерой, но с классной песней новой, которая вышла совсем недавно. Ты про какую? Никак? Никак, да. А у тебя еще что-то есть? Да еще титры. Я же давно в урасте был. Да, ну давай. Ну титры уже давно. И титры уже в золотом граммофоне зале на той неделе первое место, с чем мы тебя тоже поздравляем. Спасибо. Еще аплодисменты лови. Ну а сейчас я предлагаю послушать все-таки песню «Никак». Для тех, кто ее еще не слышал, внимательно слушайте. Это очень крутая песня и заявка на успех. И танцуйте с нами. Да. Я в беге за своей судьбой Перелеты, работы, сон Кто-то скажет, что я стал другой Нас жизнь меняет, но я Все так же вспоминаю наш уикенд В куску твоих метуфей Мы растворяемся среди планет И как бы ни старался, Никак, Никак, Никак Тебя не разлюбить Никак Никак, Никак, Никак И как не разлюбить тебя Ну как, ну как, ну как И как бы ни старался Никак Никак, Никак, Никак Так как мне разлюбить тебя? Давно я бегаю за падой Не найду, не найду ответ Моя жизнь ей кажется загадкой Но знаю, что тайны в ней нет Я просто не могу забыть уикенд Прожить бы всё по-новой Но всё творится бы при плане И как бы ни старался никак Никак, никак Тебя не разлюбить никак Никак, никак, никак И как мне разлюбить тебя? Ну как, ну как, ну как И как бы ни старался никак Никак, никак, никак И как мне разлюбить тебя? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как тебе не стыдно вообще? Как тебе не стыдно? Почему твоя песня сразу хит? Потому что ты сам ответил на этот вопрос. Каждый твой хит. Я-то вообще твоя, да, мне поклонница. Так что да. На самом деле все благодаря моим слушателям. Меня очень сильно они вдохновляют. И мне каждый раз хочется сделать что-то новое, что-то классное. И на этот раз я сделал песню «Никак». А была ли у тебя такая ситуация, когда ну вот никак не получалось разлюбить? Да, конечно. Вот про это и песня, в принципе. То, что жизнь идет, и все меняется. Ну, мы тогда для тебя приготовили еще маленький блиц. Несколько вопросов, которые только два имеют ответа. Пустяк или никак? Готов. Отвечаем только пустяк. Это или никак. Хорошо? Вставать по первому сигналу будильника. Пустяк или никак? Никак, хорошо. Отказаться от кофе. Что там у тебя в бокальчике-то? Чай. Значит, пустяк. Ага. Сейчас интереснее сходить на нудистский пляж. Никак. Никак? Конечно. Ладно. Полностью вычеркнуть из своей жизни фастфуд. Пустяк или никак? Никак. Грустно сказал. Что самое любимое? Это не будет рекламой? Нет, ну, это так, может, завуалировано. Вкусная точка. Вкусная точка, хорошо. Не является рекламой. Не является ли рекламой? Отказаться от автомобилей, передвигаться только на городском транспорте или пешком? Отказаться от автомобиля. Никак или пустяк? Ой, я думаю, никак. Никак. Хотя в Москве... Вообще у меня прав нет, я даже водитель. Сегодня просто всемирный день без автомобиля. Мы ждали тебя на велосипеде. Но мы видели твой сториз, что ты едешь с собачкой к нам на эфир, да? Нет, это старая сториз. Это старая сториз? Ну, а мы думали, ты к нам с песиком? Нет. Ну, вообще, что для тебя автомобиль в твоей жизни? Удобство, в первую очередь. Ну, вообще, в московских пробках, конечно, очень сильно устаешь. Но зато можно написать классную песню, пока едешь, например, на радио. А почему прав до сих пор нет? Не получается сдать? Я просто не люблю, я вообще не хочу водить. Я очень сильно творческий человек, и мне кажется, я в дороге буду создавать только дискомфорт. Тем, кто рядом ездит, да? Поэтому как-то... Правильно. Если там, тем более, есть какая-то некая струя, да, открывается творческая... Канал. Канал. То лучше, правда, сидеть на заднем ряду и сочинять свои новые хиты. Я просто диджей в машине. Да, врубаю песни. Могу, если даже радио не работает, могу попеть что-нибудь, и все. Там со мной весело в долгой дороге. И, в общем, если радио не работает, а вы едете с Джонни в одной машине, то считайте, что радио у вас точно будет работать. Всем доброе утро! У нас в гостях Джонни! Всем привет! Разбудили тебя уже немножечко, да? Да, вы меня точно разбудили. Но нам надо все-таки сказать, где Антон, потому что очень много вопросов приходит. Куда делся наш четвертый... Наш Рыжий. Да, Антошка уехал исполнять подвиг для Полины Жуковой, потому что вчера мы были в Туле. И, в общем, Полинке очень понравились носки с перчиками. Да. И продавщица нашла только одну пару. Она сказала, я еще, когда вам найду, я вам обязательно позвоню. И вот этот звонок раздался буквально полчаса назад. И Антон рванул в Тулу. Все ж какой. Вот такой. Да. Все может сделать. Вакула рванул в Тулу. Но он день без автомобиля не проживет, Антон, к сожалению. А вот мы все-таки на эту тему еще немножко с тобой, Джонни, поговорим. Вот скажи, ты даешь имена тем машинам, на которых ты ездишь? Я уже поняла, что своей, наверное, нету. Нет, я не даю, но мой брат на самом деле забрал всю любовь к тачкам. Все это пристрастие он уже там с детства водит. И он называет свои тачки «Моя малышка». «Моя малышка». Очень оригинальный. Он приезжает в город, фоткает машину и выкладывает в Инстаграм. Я скучал по ней. А у тебя вообще нет никакой такой страсти к машинам? Нет, вообще. Вообще к другому, к автобусам, к троллейбусам. У меня каждый день международный день без автомобиля. Нет, а вообще есть какая-то у тебя страсть? К неодушевленным предметам? Не знаю даже. Ну, что бы ты коллекционировал, например? Ну, вообще нет у меня, в принципе, нет такого. То есть ты вообще человек без привычки? Одежду мы видим, что ты любишь, да. Тряпки от кутюр. Да, одежды я бы точно, я бы покупал бы на лостопе, вшопился бы. Ты шапоголик, значит. Мне просто нравится, когда ты в новой одежде, ты как-то по-другому ощущаешь себя. Не знаю, как ты это делаешь. А у тебя есть такое, так, в этом я уже был на эфире, значит, не буду повторяться. Да, есть такое. Я тоже каждый раз голову ломаю. А у тебя есть, может быть, какие-то люди, которые тебя одевают, или тебе нравится самому? Нет, мы с мамой одеваемся. Ну, я сам одеваюсь, и часто с мамой едем, катаемся, шопимся. И мне очень нравится выбирать какие-то образы, луки, ну, почему бы и нет. То есть вот то, что сейчас, это все мама выбирала? Нет, вот то, что сейчас, я сам взял. У нас Джонни здесь в гостях, мы скоро с ним поиграем обязательно, поэтому Джонни пока звучит рекламная музыкальная пауза. Выучи, пожалуйста, весь музыкальный репертуар русского радио. Всем доброе утро, у нас в гостях Джонни, наконец-таки мы сейчас будем над ним издеваться. Так, Полин, ну спрячь ты уже плетку. Ну ладно. У нас другие немножко увлечения музыкальные. В общем, Джонни, смотри, у нас игра «Секундочка». Для простого человека у нас игра «Минутка», «Минутное дело». То есть за минуту нужно гадать много песен. А вот тебе, как человеку с большой музыкальной эрудицией, всего лишь одна секунда дается на то, чтобы угадать, что же это за песня. Готов? Нет. Я на твоей стороне, я буду тебе подсказывать, потому что обычно звезды против нас играют. Не подсказывать? Все, хорошо, я не буду. Как скажешь. Фрагментов будет пять. Итак, слушай внимательно. Что? И все? Да, да. Я по этому песню тоже гадаю. Да, вот так. Чего? Секундочка. А-а. А-а. Блин, а можно еще раз? Нет. Вторая попытка платная. Я заплачу сколько. Так, ладно. Я не знаю. Ребят, смотрите. Это три таких бравых парня, группа. Очень была популярна. Ивановский интернешн? Ну нет. Другие три. У нас не так много было по три. Они еще пели песню про «Люби меня», там «Люби меня». Про «Люби меня». «Жарким огрем ночью днем» ответы «Мошенники». Да, песня называется? Не знаю. А-а. А-а. Сдаешься. Я просто не знаю. Да. Аурики, аурики, аурики. Реально? Да. Аурики, как мы говорим. Аурики длинностровую. А-а, аурики. Что-то случилось. Ну ладно, ну что, 0-1 в нашу пользу? Да, 0-1. Эх, это тут просто Антона нет, он твой талисман. Поэтому не получил. Ладно. Фрагмент номер два. Может быть, попроще для тебя. Колумбия Пикчерс не представляет. Не представляет. Как хорошо мне с тобой бывает. Колумбия Пикчерс не представляет. О-о-о. Не представляет. Ну это твоя стихия, да? 1-1. Так, следующий фрагмент здесь уже сложнее. Это немножко ретро. У-у-у, что-то было. Мужчина поет. Очень сложно. 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 Ну может быть поставим еще раз. Давай еще раз. В виде исключения. Очень был популярен в начале нулевых, да? Это западная песня? Нет, наша. В ротации русского радио. У них был с Димой Биланом один и тот же продюсер. Ротковская? Раньше. Я честно не знаю, что это написано. Там они улетели навсегда куда-то там. Помогите! Присылайте скорее Джонни варианты ответов. Ну ладно, сдаешься, значит. Да. Улетели навсегда. Нет? Скиньте мне этот трек. Это Никита. Я думаю, что ты, наверное, был в классе третьем или первом, может быть, когда эта песня. Вообще не помню эту песню, реально. Нам Джонни признался за эфиром, что Филипп Бедросович это был удар на репите. Ну ладно. Самое, самое, это песня, лето, самое. Эх, если бы я знал. Ну ладно, следующий, четвертый фрагмент. Эта песня как раз была с тобой вровень по популярности. Давайте послушаем. Скука! Это она мотикнула сейчас? Скука, она сказала скука, но в этой песне есть. Но есть версии, где есть, и горячая версия. Там подсказывают! Нечестно! Я что-то вообще не понял. Скука, значит, скука! Поет певица с мужским именем. Да? Да. Миша? Нет, еще. Еще, знаешь, говорят, у тебя вот она есть, у тебя она есть. Тебя узнают на улице, у тебя она есть. Слава. Слава. Слава! Да. Слава! Неужели ты не знаешь эту песню? Да ты что? Ну все, ты останешься на дополнительном музыкальном занятии. Я не знаю, что проведет Полина Леонидовна. Так, ну что? Так я уже сбилась со счета, может, уже не будем считать, да? Не будем считать, просто поставим и все. Финальный фрагмент самый сложный у нас, Джонни, всегда бывает. Очень сложный, да, давай, послушай, послушай внимательно, пожалуйста. Я даже маленькую нотку свою песню, знаю, даже вот миллисекунды, если бы включили, я бы все равно узнал. И кто же это? Олея Джонни. Это была такая затравочка, затравочка для сегодняшнего золотого микрофона. 17.00, смотрите на Одноклассниках. Джонни, спасибо тебе большое. Ты выигрываешь ротацию на русском радио. Да, все верно, автосалон у Джонни начинает свою работу ровно в 10.36 по московскому времени. Мы решили продолжить с тобой автомобильную тематику, и здесь вот Антон решил написать для тебя такое музыкальное объявление о продаже автомобиля. Антон не перестает надо мной вздеваться сегодня. Да, даже дистанционно. Антон решил написать для тебя такое музыкальное объявление о продаже автомобиля. Это что, мой брат-близнец? Ну что, твоя задача пропеть текст, который мы сейчас тебе положили перед тобой, под хорошо тебе знакомый мотивчик. А минсовка будет? Будет. Да. Итак, давай, проверяем связь. Можете использовать это в целях продажи. Продам тебя за так, останусь без колес, как дурак, до сотни разгул быстрее ветра. Это не тачка. Это комета. Я хочу вратать машину. Денежка на клеп нужно. Ну давай, куплю. Вы не проходите мимо. Ведь нулевая она, она не крашена, не бита. И муха даже не садилась. Сиденье отрадикулита. А то затекает. Продам тебя за так, останусь без колес, как дурак. До сотни разгул быстрее ветра. Это не тачка. Это комета. Не бита не крашена совсем. Торку компота интересная. Продаю ее от сердца, отрывая. Была моя, будет твоя. Покупаем. Да какая уже разница. Может быть, слушайте, мне перекалипицироваться. Отлично получилось. Да, машины продает тот, у кого даже прав нет. Джонни, ну что, ты молодец. Все, давай, короче говоря, пока сейчас идет реклама, мы с тобой прайсы обсудим. Вот это все. Условия. Как раз клип потом сниму. Доброе утро всем. У нас в гостях Джонни. Как быстро с тобой пролетело время. Мы даже не успели оглянуться, и в принципе, надо уже закругляться. У тебя сегодня план в громадье. Да, расскажи нам. Сегодня я буду петь. Да, в золотом микрофоне. В пять вечера в золотом микрофоне. Да, и как раз после эфира я пойду готовиться. У меня будет саундчек. Петь я буду как старые, так и новые песни. Песни никак тоже будет в лайв-исполнении. Я, кстати, его на радио никогда еще не исполнял, поэтому это будет первый раз. Вот, и еще те, кто не смотрел клип на «Никак», обязательно посмотрите. Я очень старался. Это для меня такая большая работа. Я считаю, что как-то поднял свой уровень. Те, кто был знаком с моим творчеством, они заметили это. Вот, и приятного просмотра всем. Спасибо. Ну а что еще твоим поклонникам ждать от тебя в ближайшее время? На данный момент я сократил количество своих концертов, потому что я занимаюсь альбомом. И я очень долго уже не выпускал, и мои слушатели уже заждались. Я и сам уже заждался. Материала накопилось очень много, и надо все это реализовать. А для этого нужен рабочий голос, который не устал от концертов. И все, чтобы... Осень меня очень сильно вдохновила. Я поэтому сейчас вот плотно занимаюсь альбомом, и я не знаю, когда она выйдет, но я об этом точно скажу. Но пока что я семь песен уже готова. Тогда мы тебя сейчас отпускаем до золотого микрофона, чтобы ты немножко поберег связки, поберег силы. А в этой студии появляется уже голос Дмитрия Ленина. Да, привет. Доброе утро. Доброе утро. Обратили внимание, как Парина сказала, Джонни, как быстро у нас с тобой летит Ленина. Все понятно с вами, все понятно. Ну да, ну что, я не скрываю. А потом сончик. А потом сончик. Джонни, спасибо тебе большое, что пришел. Приходи к нам почаще. Спасибо, что вы просили. Мы прощаемся. До завтра. Это «Русские перцы» Дима Морозов, Полина Жукова. Русские перцы. С Антоном Юрьевым завтра встречаемся тоже в 7 утра. До завтра. Пока. Русские перцы.